На саммите находится моя коллега Эльмира Мусазаде. Она на связи со студией в Баку. Эльмира, здравствуй. Расскажи, на какие вопросы в своей речи президент Ильхам Алиев обратил внимание участников? Здравствуй, Илья. Да, действительно, здесь в Астане проходит 10-й юбилейный саммит организации тюркских государств, на котором выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но прежде чем я перейду к речи господина президента, нужно сказать о том, что Азербайджан поздравили лидеры Турции, лидеры Казахстана и Узбекистана с восстановлением территориальной целостности. И вот это, мне кажется, в очередной раз демонстрирует, какая здесь атмосфера и какое единство сегодня наблюдается среди стран тюркского мира. Конечно, в своем выступлении президент Азербайджана коснулся, безусловно, и победы Азербайджана, и восстановления территориальной целостности страны. И рассказал о том, что очень долгие годы, на протяжении 30 лет, международное право попиралось. И, к сожалению, никакие международные структуры не оказывали должной реакции. На Армении не было осуществлено давления, даже тогда, когда в 2019 году премьер-министр Армении заявил о том, что Карабах — это Армения и точка. И даже тогда, когда руководство Армении фактически объявило Азербайджану новую войну за новые территории, и Азербайджану пришлось в единоличном порядке восстанавливать справедливость, восстанавливать территориальную целостность. И сегодня мы видим, что флаги Азербайджана действительно развиваются как в Ханкенди, так и в Ходжалы, во всем Карабахе, освобожденном уже сейчас. И с этим, в том числе, азербайджанского лидера поздравил и его турецкий коллега с тем, что флаги сегодня развиваются в Ханкенди, в Ходжалы. Также президент Азербайджана рассказал про минную угрозу и про то, что до сих пор, несмотря на то, что война уже окончена, до сих пор продолжают гибнуть люди, подрываясь на минах в Карабахе, на освобожденных территориях Азербайджана. Ведь до сих пор Армения не предоставила карты минных полей, и до сих пор, к сожалению, Карабах является одной из загрязненных стран мира по именно расположению мин на этой территории. Ну и, конечно, говорилось в том числе про создание, про кооперацию в оборонном секторе, ведь сейчас во многих странах мира присутствуют войны, наблюдаются конфликты, кровавые боестолкновения, и это ставит во главу угла создание и кооперацию между тюркскими странами в области обороны и оборонной промышленности. И нужно сказать, что в этом секторе уже есть определенные достигнутые результаты, в частности, вот не так давно парламент Узбекистана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Также имеются довольно позитивные примеры кооперации и взаимодействия между Кыргызстаном, Казахстаном, Турцией, ну и, конечно, Азербайджаном, и это действительно приобретает все большую актуальность на фоне непростой геополитической обстановки в мире, и все чаще звучат призывы, в том числе от экспертного сообщества, укреплять именно такую обороноспособность стран тюркского мира, которые сегодня являются довольно, я бы сказала, интересным регионом для крупных мировых держав, которые действительно имеют в том числе и экономическую, политическую заинтересованность в кооперации со странами Центральной Азии, но и, безусловно, с Азербайджаном, который, находясь на стыке Востока и Запада, представляет довольно интересное географическое расположение, ну и, конечно, обладает большими богатыми запасами ресурсов. И в этом контексте, конечно, нужно рассказать про совместные проекты, про те договоренности, о которых уже мы знаем между странами Центральной Азии, между регионом Центральной Азии и регионом, например, Южного Кавказа, и, в частности, Азербайджаном, ведь действительно создание транспортных коммуникаций может стать и новых таких транспортных, логистических узлов, может стать действительно очень важным проектом не только для региона, опять же, как Центральной Азии, так и Южного Кавказа, но и для всего мира, ведь здесь, таким образом, товары, к примеру, из Китая могут поставляться через Турцию и Азербайджан в Европу, и, таким образом, этот регион и такие коммуникации представляют интерес, в том числе и для стран, действительно обладающих мощным экономическим потенциалом. Конечно, в этом контексте оборона и охрана таких коммуникаций, таких стратегических проектов выходят на первый план, и, конечно, нужно думать об их реализации, ведь об этом говорилось в том числе в рамках девятого такого саммита, который проходил в Узбекистане год назад, и вот сейчас уже имплементируются те договоренности, которые были тогда озвучены, и сейчас мы знаем, что уже, к примеру, инвестиционный фонд, о котором говорилось год назад, играет важную роль и активно обсуждается, и даже ратифицирован в некоторых странах, и можно уже говорить о том, что он вступает в силу в неком образе, и, в частности, к примеру, если говорить про Азербайджан, то у Азербайджана уже есть такой позитивный опыт сотрудничества, к примеру, с Узбекистаном и с Кыргызстаном, есть взаимные инвестиционные фонды, но в целом, говоря про тюркский такой инвестиционный фонд и потенциал, уставной капитал его составляет 500 миллионов долларов и по 100 миллионов на каждую страну, и ожидается, что эта цифра будет увеличиваться, и, как отметил президент Азербайджана в своей речи, к примеру, только Азербайджан инвестировал 20 миллиардов долларов США в тюркские страны. Конечно, огромную роль здесь принадлежит Турции, огромный вклад именно в эту республику производился, ну и, конечно, такие же возможности, такой потенциал имеется в том числе и в других странах. Конечно, здесь огромную роль играет в том числе и такая кооперация, такое взаимодействие между лидерами, безусловно, этих государств с Азербайджаном, и, конечно, вот поддержка, которую оказывают эти страны, страны Центральной Азии, страны организации тюркских государств Азербайджану, в том числе в деле восстановления территориальной целостности, когда Азербайджан восстановил справедливость, и сейчас уже в постконфликтный период мы знаем, что как Узбекистан, так и Казахстан открывают школы, детские центры на освобожденных территориях, и это показатель той вовлеченности, которую Центрально-Азиатские страны сегодня действительно демонстрируют в регионе. И, конечно, в этом контексте, в том числе и заявление президента Кыргызстана о том, что Зангизурский коридор станет коридором, который объединит весь тюркский мир, также сделано неспроста и показывает, что сегодня Азербайджан является той страной, в которой заинтересованы многие мировые державы и региональные такие объединения. И вот хотела бы еще отдельно рассказать про сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Сегодня прошла встреча между президентом Азербайджана и президентом Турции, и в том числе там обсуждались вопросы и усиления организации тюркских государств. Внеочередной саммит, я бы хотела это особо подчеркнуть, внеочередной саммит, он проходил в Анкаре, и тогда лидеры ОТГ обсуждали в том числе и взаимодействие в рамках каких-то кризисных вопросов. К примеру, в феврале Турция столкнулась с разрушительным землетрясением, и страны, организации тюркского государства были одними из первых, кто отреагировал и пришли на помощь Турции в такое непростое время. И, конечно, Турция неоднократно высказывала заинтересованность в развитии организации тюркских государств, в том, чтобы эта организация расширялась, и поэтому мы знаем, что активно выдвигается турецкой стороной инициатива, предложение о том, чтобы Туркменистан также сменил свой статус наблюдателя на статус члена этой организации. Ну и, конечно, Венгрия, которая традиционно также присутствует на заседаниях ОТГ, сегодня здесь также представлена. Это, конечно, фактор, который показывает заинтересованность и в том числе вовлеченность этой европейской страны в те процессы, которые сегодня происходят в тюркском мире. Ну и, конечно, отдельно нужно затронуть вопрос ситуации на Ближнем Востоке. Действительно, это очень острая тема. И вот, к примеру, сегодня президент Турции Раджептай Бердоган также отметил, что страны тюркского мира могли бы стать своего рода таким посредником и медиатором, и помочь в восстановлении режима прекращения огня, ведь с каждым годом эти страны обладают все большим потенциалом и все большим весом на мировой арене. И вот Турция в очередной раз выразила свою поддержку Палестине, и, к слову, Казахстан также объявил о том, что отправит гуманитарную помощь палестинскому народу. И, конечно, вот такая вовлеченность стран региона и такое влияние, которое сегодня мы наблюдаем у тюркских стран, может стать очень важным ресурсом, очень важной площадкой для того, чтобы острые вопросы решались. И здесь нужно отметить, что именно турецкий лидер, Эджептай Бердоган, единственный, пожалуй, мировой лидер, который сегодня может обсуждать наиболее острые вопросы для всего человечества, как, к примеру, ситуация в Украине, война в Украине. И именно Эджептай Бердоган – это тот лидер, который сегодня может достучаться, скажем, как до российской стороны, так и до украинской. И вот есть потенциал у тюркских стран для того, чтобы быть своего рода такой площадкой и медиатором между Палестиной и Израилем. Действительно, очень сложный конфликт, который, в том числе, обсуждался сегодня здесь в рамках 10-го саммита. Благодарю, Эльмира. Напомним, что за ходом 10-го юбилейного саммита стран ОТГ рассказала моя коллега Эльмира Мусазаде. Продолжение следует...